Пограничная служба ГКНБ Кыргызской республики сообщила о задержании троих кыргызстанцев при попытке незаконного перевоза груза через границу. 37-летний житель Лелека пытался пересечь границу на автомобиле с 700 килограммами хозяйственного мыла без документов. Также в местности Акташ Баткенского района пограничники задержали ещё одного местного жителя при попытке незаконного перевоза одной тонны селитры в Таджикистан. Ещё один случай контрабандного перевоза груза зарегистрирован в Лелеке, где задержан гражданин с более чем 500 килограммами конфет и хозяйственного мыла. В целях снижения количества подобных противоправных действий в приграничном посёлке Чонгтала Баткенской области был проведён досмотр грузовых автомобилей без документов, которые возили в Баткенскую область товары различных размеров из Бишкека, Карабалты, Таласка и других областей. На месте представителей налоговой службы Баткенского района провели разъяснительную работу. По словам водителей большегрузов, они годами без всяких проверок доставляли в Исфану удобрения и различные продукты питания. Водители заверили, что они не имеют никакого отношения к перевозимым товарам. Они отметили, что услугой доставки они зарабатывают себе на жизнь. По закону водители грузовиков должны при себе иметь патент и документы с чётким указанием адресов компании отправителя и получателя. Однако в результате проверок было установлено, что у большинства из них не было соответствующих документов. По словам главного инспектора Баткенской районной налоговой службы Нурланбека Абдикаримова, правоохранительные органы работают в усиленном режиме для предотвращения контрабанды в приграничных сёлах. К настоящему времени контрабандные ввозы груза из других стран продолжаются. Грубо нарушаются законы. С контрабандистами разбираются сотрудники ГКНБ и таможенной службы. А задачей налоговой службы является осуществление полноценного контроля за соблюдением всеми субъектами правильности расчёта налогов. В 2021 году в Баткенской области выявлено 170 случаев незаконного перевоза контрабандного груза. Общая сумма изъятого нелегального груза составила более 60 миллионов сомов. Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном после вооружённого конфликта в апреле 2021 года.